Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня 29 апреля 2021 года. Вы послушаете новости на иврите шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом его разберу. Барха Масбир, שберוב השכונות במכה אין ניכוז בכלל. Армерон, מאות אלפי מתפללים, עלו לקבר רשבי, לחגוג את лагба-אומר. Рабים מהם מתכננים לערוך טקס חלקה. חיפה, חזיר בר, רצה להתרחץ, וללא רשות, קפץ לבריכה פרטית. הוא לא הצליח לצאת משם בעצמו. עובדי העירייה עזרו לו לעלות במדרגות במשך שעה. Тל סאקי, כאן נמצא נגמש סורי ישן, עם ארגז רימונים סוביטיים בפנים. Тלם, כתבנו בר, חמציין, שגם בגן שלנו אפשר למצוא רימונים, מתוקים או חמוצים. И теперь разберем. Шаломат эмази нимли коля и зим, хадашот мямизраха тихон. Здравствуйте, вы слушаете коля и зим, новости с Ближнего Востока. Мека, это название священного для мусульман города в Саудовской Аравии. Бейквод גשם שותף מחוניות רבות ניסחפו בזרם. Вследствие проливного дождя или ливня, многие машины были снесены потоком. Унесены потоком. Катавейну בר, חמציין, שביר, שבירו ושחונות במ�ека, אין ניקוס, ביחל. Наш корреспондент Барха объясняет, что в большинстве районов в Мекке нет дренажной канализации, дождевой канализации совсем. Разберем слова, которые были непонятны. Слово никуз, это дождевая канализация, дренаж это еще называется. То есть, увод, отвод жидкости, в том числе в медицине этот термин используется. Обратите внимание, у нас шестой уровень, здесь использовано словосочетание, существительное, прилагательное, мехониот, работ. Слово рав здесь в значении многочисленный. Мехониот, работ, многие машины, многочисленные машины. В обычной речи мы бы могли сказать арбе мехониот или арбе рыхавим, как в современном языке. Гешем это дождь, шотев это моет или смывает. Гешем шотев, смывающий дождь, мы переведем как проливной дождь, ливень. Я покажу, как это выглядит в Саудовской Аравии в Мекке. В этом городе вообще раньше никто не думал о необходимости создания дождевой канализации, потому что дождей было очень мало и всего несколько миллиметров там выпадало за один раз. И посмотрите, какие потоки сейчас можно увидеть. Климат очень сильно поменялся. Огромная проблема это для этого города. Идем дальше. Армирон. Это название горы на севере Израиля. Сотни тысяч молящихся взошли к могиле Рашби, это Раби Шимон Бар Юхай, отпраздновать Лагба Омер. Рабим Мегем Метахниним Лаарух Текис Халаке. Многие из них планируют провести церемонию Халаке. И здесь тоже слово Рабим, обратите внимание. Это многие. Рабим Мегем, многие из них. Текис это церемония. Можно писать с буквой Кув, желательно. Многие пишут с буквой Кав. Такое написание тоже можно встретить, но оно считается несколько устаревшим. В современном языке принято писать с буквой Кув. Халаке. Это первая стрижка ребенка, мальчика. По традиции, которая соблюдается в ортодоксальных еврейских семьях, первые три года мальчиков не стригут. И только после трех лет проводят церемонию первой стрижки. И если это совпадает еще с периодом Омера до 33 дня Омера, до Лагба Омер, не принято стричься. И поэтому детей, у которых день рождения приходится в этот период, от начала подсчета Омера и до 31-го Омера, их подстригают сразу в праздник Лагба Омер. И многие предпочитают, хотят это сделать на горе Мирон. Слово халаке мы чувствуем, что это не ивритское слово по структуре. Не случайно. Это слово пришло в иврит из арабского языка. В арабском языке халаке. Это стрижка. Мы свяжем это с ивритским корнем халак. И примерно стрижка, бритье, что-то у нас будет. Наголо можно сказать, как бы подстричь, побрить. Чтобы у нас ассоциация была, чтобы легче запомнить это слово. Обратите внимание. Может произноситься это слово как халаке. И может произноситься как халаке. Это в ашкенасском произношении. Кто как произносит. Оба варианта будут правильны. И в зависимости от произношения мы поставим букву алиф, чтобы не перепутать с другими словами. Чтобы было понятно, что это не ивритское слово. В данном случае я сказал халаке. Я поставил букву алиф после хит. Если бы я сказал халаке, это тоже правильно. И букву алиф я бы тогда поставил после ламет. И тогда читателю понятно, как автор хотел это слово произнести. Хейфа. Город на севере Израиля. Хазир бар. Рацали и трахец. Велилор и шут. Кафац. Лебриха. Пратит. Дикий кабан. Хотел искупаться. Или захотел искупаться. И без разрешения прыгнул в частный бассейн. Обратите внимание. Здесь у нас шестой уровень. Язык относительно официальный уже. Новости. Я использовал вариант лило решут. Без разрешения. В обычной речи можно было сказать бли решут. Без разрешения. То же самое. Уло и цлиах лацет мешам бе ацмо. Он не сумел выйти или вылезти оттуда самостоятельно. Овдея Илья Азрулула Лотбамадригот Бемешихшаа. Работники муниципалитета помогали ему подняться по лестнице в течение часа. Я покажу как это выглядело. Вот представьте себе. Человек приходит домой. И в частном бассейне у него там находится вот такое вот животное. Я покажу как оно выглядит крупным планом. Вот такой кабанчик в бассейне вдруг оказался. Не очень приятно. Идем дальше. Тельсаки. Это название местности на голландских высотах на границе с Сирией. Здесь был найден, нашелся бронетранспортер, или можно перевести как бронемашина пехоты, сирийская, старая, с ящиком гранат советских внутри. Я еще раз это переведу. Здесь был обнаружен сирийский бронетранспортер, старый, с ящиком советских гранат внутри. Телем. Название населенного пункта. Наш корреспондент Барха отмечает, что также и в нашем саду можно найти гранаты, сладкие или кислые. Ну и здесь некоторая игра слов, потому что слово граната, у него два значения. Это может быть и плод, который можно использовать в пищу, и оружие. Я покажу Барху. Это наш корреспондент, который собрал информацию для вас. Я надеюсь, что это было не сложно, а полезно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк, редактор Татьяна. Литраут. До свидания. Продолжение следует.